Всем привет, дорогие друзья! С вами Лего, и мы сегодня поговорим о очень интересной теме, о том, как Rockstar всерьез взялась за монетизацию GTA Online. РП-серверам может прийти конец. Ну что, допрыгались РП-сервера, вводя всякую крипту, вводя всякие запретные вещи, не согласовав. Также, ладно, еще было бы там какие-то модели автомобилей, но в некоторых серверах захерачили уже ставки, там, фанбеты или как там, 1x беты, то есть, что только не затолкали. Уже, мне кажется, Rockstar немного вспотели, что обычный моддинг РП-серверов привел к большему заработку, чем Rockstar. На самом деле, хорошая ли эта новость? Не сказал бы, потому что сервера в любом случае найдут обход. Какой обход? Поговорим в конце ролики. Не забывайте прямо сейчас прожать лайкос и подписаться на канал. Итак, смотрите, заголовок. Rockstar Games пошла навстречу создателям сторонних РП-серверов GTA Online и Red Dead Online. Компания опубликовала правила создания таких серверов и попросила их авторам соблюдать несколько правил, чтобы дружественно процветать много лет. После этого они касаются коммерческой деятельности и авторских прав. Rockstar Games всегда верила в разумное творчество фанатов и хочет, чтобы они открыто повлияли на свою страсть к нашим играм. Это причем цитаты их. Сторонние серверы для ролевых игр, это логично. Продолжение богатого опыта сообщества Grand Seft Auto. Мы надеемся, что они продолжат безопасно и дружественно процветать в течение многих лет. Список запретов на РП-сервера, которые они должны устранить. Но по факту вы будете просто играть в мир, в бесплатный мир, а разработчики будут вам его бесплатно делать. Нет, конечно, такого не будет. Но посмотрите список, который может здесь повлиять на запрет. Запрет на интеграцию криптовалюты NFT. То есть если можно там как-то зарабатывать NFT-проекты, что-то там делать, крипто-пирамида. Все. До свидания. Запрет на продажу виртуальной валюты эквивалента лутбоксов. Лутбокс есть во всем. Это одна из самых интереснейших открытий. То есть ты можешь открывать лутбоксик и получить дом какой-нибудь или шиш-мышь получить. Ну, короче, поле чудес. Продажи виртуальной валюты. В каком плане продажи виртуальной валюты? Если за реальные деньги, то это понятно. А по-другому как можно сделать продажу? Сиди, фарми, на такси, развивайся. Запрет на использование реальных брендов и на коммерческую деятельность. Мне кажется, было просто очень много в сторону Rockstar'а различных, я не знаю, как это назвать, обращений, наверное. Что, например, BMW, Mercedes какой-нибудь или Vuitton или Goosey. Не совсем им нравится, как на персонажах выглядит данный шмот. Или брендам автомобильным не совсем нравится, как выполнена машина. И знаете, за что они всегда бьются? Почему, например, эта машина быстрее, чем та? В автомобильном бренде это очень сильно не любят. И они, наверное, уже засыпали письмами Rockstar'ов, потому что стримеры-то все это как бы раскачали. И все сервера сейчас как бы развиты более-менее, самые именные. А брендами пользуются за бесплатно, автомобильными и брендами пользуются за бесплатно. Вот и третий уже запрет. Использование реальных брендов и на коммерческую деятельность, связанную с корпоративным спонсором. Запрет на создание новых игр, локаций, сюжетов, миссий. По сути, GTA RP, это можно все подчистую, под копирку удалять. Просто взять и удалять. Потому что любой моддинг, локация, сюжет и миссии недопустимо, по словам Rockstar'а. Но моддинг-то и карту, это делали люди. Получается, некоторые по-любому зададут вопрос. Люди ведь делали левые, да, какие-то моддингом занимались. А ну и что? Моддингом-то ты занимался внутри GTA проекта. Поэтому это запрещено. Далее. Запрет на импорт музыки или персонажей из других игр. Это касается и тайтлов Rockstar Games. То есть вообще нельзя никого вкручивать туда. Не знаю, ни Хаука, еще кому-нибудь. Несмотря на список запретов, издатель оставляет за собой право закрыть любой RP-сервер без объяснения причин. Продажи GTA 5 впервые за 9 лет замедлились. Ну, понятное дело, что если GTA 5 RP умрет, да, то никто в него играть не будет. В обычный онлайн режим никто играть не будет, потому что RP намного интереснее и так далее, да. Кстати, кто смотрит этот ролик, готов посотрудничать с каким-нибудь сервером. Сейчас есть два предложения. От сервера, по-моему, Давидыч и сервер еще какой-то. Так что если есть какие-то совместные темы придумать, то пишите. Пишите в комментарии также, что думаете по этому тему. Вчера Rockstar Games объявила о решении поддержать создателей RP-серверов GTA Online, опубликовав список правил, которые следует соблюдать в избежании проблем авторскими правами и блокировками. Ну вот, наконец-таки, это уже разобрали. Уже на следующий день, то есть сегодня, компания Take-Two, владеющая Rockstar, объявила, что на время заблокировано крупный сервер 5M, на котором рэпер Lil Durk раздавал NFT, лутбоксы для геймеров. Таким образом, он нарушил сразу два правила, которые опубликовала Rockstar. А вот тут поинтереснее. Запомните, пожалуйста, этот заголовок, связующий слова. Рэпер, стример, ютубер раздал лутбокс, NFT и так далее. Скажу сейчас, что самое интересное. Никто, вот сейчас 3 или 4 ролика посмотрел в ютубе, Никто из них не рассказал, все говорили, о, как же это кошмарно, как же это плохо. Но никто не сказал всей сути, в чем может вообще быть страдание. Сообщается, что сервер будет отключен, пока его владельцы не достигнут соглашения. Rockstar и Take-Two. Когда именно это произойдет, неизвестно. Примечательно, что издатель оставляет за собой право закрыть любой РП, а сервер, без объяснения причин. С этим все понятно, да? Теперь давайте мы, собственно, знаете, что сделаем. Немножко порассуждаем. Так, смотрите, тема-то в чем получается? Во-первых, по-любому сервера найдут способ, как им продолжать зарабатывать на своем проекте. Они, например, замутят свой лаунчер. Я, например, уверен в Аризоне, потому что она умеет это делать. С Радмиром хоть мне не способствовалось посотрудничать, но я знаю, что Радмир тоже спокойно себе замутит какой-нибудь клиент-лаунчер, через который можно будет заходить. А вот с остальными проектами, я думаю, наверное, это будет чуточку дольше, и опять это будет денег и так далее. Хотя лаунчер прикрутить, я думаю, несложно будет. Вот, так что ж ты звонишь-то, е-мое. А самое интересное, что я еще хотел сказать. В том, что, хорошо, как-то сервер обошел, собственно, вот эту вот всю блокировку, да, от Rockstar, например, и работает как бы на свое «я». То есть Rockstar не сможет вам ничего сделать, примерно, вы живете, например, из России, ваш сервер работает в России, по сути, он вас никак не может достать, да. Вы там сделали, арендовали свои машины, у вас свой сервер, свой лаунчер, в игру вы играете как бы паленую, да, в GTA-шку, все, вас никак не достать. То есть европейские сервера пострадают, там американские – это первым делом, которые будут использовать эти все запреты. По русским серверам черт, смотрите, но, есть загвоздочка, сервера в любом случае найдут свой обход, а вот с ютуберами может случиться злая игра. Например, вы стримите игру русского сервера, какого-нибудь клиента, который уже запрещен Rockstar, но не может его заблокировать, потому что он там находится на своих серверах в России, и будут по-любому кидать страйки стримерам. Сто процентов, потому что с Rockstar шутить нельзя, это очень, как говорится, такая, собственно, организация, да, с которой лучше не шутить, они вам сразу напихают страйков. Например, вспомните Inovu или Lineage 2, сколько было серверов липовых, да, не липовых, а пиратских, которые поднимали большие онлайны. И как только стримеры их начинали пиарить, этим стримерам сразу прилетали страйки, потому что они играли в пиратскую версию на запрещенных проектах, которая выдавала Inova. Этот опыт уже был, и ради сервера, как бы, стримеров никто не будет защищать. Вот в этом-то и самое и горечь, и обида. А насколько я знаю, примерно по некоторым серверам, да, которых ты там развиваешь, которым там помогаешь, получаешь за это деньги, да, но потом они тебе говорят, ну все, братик, ты теперь будешь меньше зарабатывать, все, спасибо, что развил, такие сервера за вас впрягаться, конечно же, не будут. И когда вы получите страйк, вам просто скажут с этого сервера, давай пока, мы найдем другого ютубера, и еще за меньшую сумму. Спасибо, что развил. Развил. Такой вот суровый заработок у серверов GTA 5 RP. Хотя, вот, например, я был на Аризоне, мне такого вообще никогда не говорили. Я мог поиграть на сервере всегда. Поэтому вот Аризоне огромное уважение за это было. Вот что сказать про Гранд, это ничего не сказать. Это просто настолько бледюшный сервер, в котором я не понимаю, зачем вы там вообще играете. Там 900 онлайна, мне обратно предлагали заходить, я им предлагал обратно вернуться. Там неадекватная главная администрация вообще максимально просто в переписках там не желает, чтобы я зашел на сервер и не выходил из дома. Ну, короче, есть смешные моменты на серверах. То есть, я считаю, что первый сервер, на котором не надо играть, это StopRotsGrant. А на остальных можно катать. Вот. Так что, ребят, думайте, да, решайте. Конечно, не очень-то хорошая новость. Но я хотел, кстати, в GTA поиграть в какой-нибудь RP-проект. Может быть, там и на Аризону, может быть, и у Давидыча, может быть, и GTA 5 RP, может быть, и еще где-нибудь, да. Да даже на Помоишном Гранде бы я поиграл, если честно, с удовольствием. Сервер-то вроде неплохой. Но отношения, конечно, там очень интересные. Че еще? Че еще? Какой сервер есть? Баджестики я ни разу не был, да. И на Радмире я не был. Там вообще все в модах. Я бы даже там какую-нибудь бы GTA измененную криминальную Россию поиграл. Я иногда посматриваю. Конечно, графа не так, как сейчас на экране. Но, как бы, зато там, типа, русский мир. Так что, будем следить за событиями. Посмотрим, что придумает Rockstar. Посмотрим, что придумают сервера. Сервера 100% что придумают. И посмотрим, что скажут другие стримеры-ютуберы. Потому что будут ли они получать страйки. И как эти страйки можно будет обходить. Так что, пока долбанули первый крупный проект. И он не русский, да, 5M. Следите за новостями, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok